МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тяжело с утра-то нам чего-то там такое. Я пою к вечеру, когда сесть, вот у нас же за окном вечер, все включают вечером телевизор. Да-да-да, ночная Москва. Да, и все... И район, который называют кладбище Дьявола. Да-да-да. Да-да, как это, вставная челюсть его называют. Нет, Москва-Сити. Вставная челюсть говорили про Калининский проспект. Мы сейчас уже привыкли к новой арбате, очень хорошо. Да, уже привыкли к этому привыкли. Человек ко всему привыкает. Я вот, когда готовился к передаче, залез на сайт Александра Николаевны Пахмутовой. Есть такой сайт. Мы уже начали работать, да? Да, мы работали. Только давайте не будем работать, будем общаться, разговаривать. Хорошо, Александр Васильевич, да, слушай. Так вот, на вашем сайте есть такая анкета посетителей. Я думаю, как интересно, вот я посетитель, сейчас буду общаться на сайте с Александрой Николаевной. Там вопрос. Видели ли вы Александру Пахмутову вживую? Есть такой вопрос. И три сразу ответа, на которые можно поставить галочку. Да, мы знакомы. Да, на концерте. Видел на концерте, видел на концерте. Нет, не видел. По-моему, это очень здорово и очень важно для тех людей, кто приходит на ваш сайт. Вот у нас сегодня есть такая уникальная возможность не только вас видеть, но и возможность поговорить с вами. Спасибо. Здравствуйте. Это программа «Разговоры». Я Александр Мягченков. И сегодня у нас в студии Александра Николаевна Пахмутова. Народная артистка СССР, герой социалистического труда. Композитор. Вот я объявляю, мурашки по телу даже идут. Народные артисты СССР, герой социалистического труда. Это же здорово, Александр Николаевич. Да. У нас так принято, что вначале я должен прочитать произведение молодого автора. Эссе от нашего редактора. Вот то, что она написала, я буду читать, вы послушайте. Может быть, какие-то неточности и поправки будут с вашей стороны. Александра Пахмутова помнит себя с первых попыток в три с половиной года подобрать на пианино услышанные в кинотеатре мотивы. В пять лет сочинила первую мелодию «Петухи поют». В семь лет пошла в общеобразовательную школу в поселке Бекетовка и параллельно три раза в неделю ездила с мамой на поезде в Сталинград, музыкальную школу. Правда, дорога-то была не близкая. Километров 20, да, было до Сталинграда? Да, 18 было, да. Закончила консерваторию, теоретико-композиторский факультет, но тут, в СССР, началось фантастическое время. Оттепель, полет в космос, сибирские стройки. Серьезный композитор Александра Пахмутова неожиданно начала писать песни. «Лодочка моя», «Нежность», «Трус не играет в хоккей», «Старый клён», «Птицы счастья», ну и так далее, и так далее, чтобы перечислять более 400 песен. Песня Александры Пахмутовой – это, образно говоря, саундтрек, к многосерийному документальному фильму о жизни нашей страны. Сегодня для многих людей Александра Пахмутова уже давно превратилась в легенду, национальное достояние. Но не все знают, что на самом деле Александра Николаевна – нежная, жизнерадостная, застенчивая женщина. Но мы это знаем. Александра Николаевна живет замкнут, и телефон включает только тогда, когда ждет звонка. С журалистами отношения выстраивает избирательно. Недавно все смотрели по первому каналу телешоу «Достояние Республики». «Вечер песен» Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Выдающиеся авторы. И мы еще раз убедились, что бы ни происходило в нашей стране, людям всегда будут нужны добрые и хорошие песни. Спасибо. По-моему, нет никаких неточностей. Я не могу сказать, что я веду замкнутую жизнь. Это не получается. Это хорошо, наверное, что у меня как раз очень много общений, но сработать, сочетать очень трудно, потому что я просто с этим не справляюсь. И поэтому мы выключаем телефон, правда. А остальное все верно. Кажется, да. Вот мы и познакомились. Хотя, в общем-то, все обо всем этом, по-моему, давным-давно знают. Да, да. Но вы знаете, вот что мне приятно? Я тоже смотрел вот это телевизионное шоу, эту программу на Первом канале. Мне было очень приятно, потому что, ну, во-первых, я ваш поклонник. Спасибо. Знаете, как сейчас модно говорить, но это говорят что-нибудь неприличное. Вы знаете, мы выросли на ваших фильмах, мы выросли на ваших спектаклях. Да, да. У меня подходит старый гитарий человек, совершенно седой, еле идет. Говорит, я вырос на ваших песнях. Да, да. Это, кстати, вот я видел на передаче. Какой-то молодой человек, но он уже такой облысевший и не очень молодо выглядит. Он сказал, Александр Николаевич, вот в детстве мы пели ваши песни. Мы так на него посмотрели и сказали, дяденька, сколько же лет? Ну, это был молодой человек. Но, знаете, что приятно? Что, наконец, вся страна и так поет эти ваши песни замечательные. Там вот было сказано, что Александр Николаевич, это разве ваши песни? Ведущий сказал. Это старый клет про старый клет. А я думал, что это народный. Ну, если он так действительно думал, это приятно. Но это песня Александра Николаевна. И много таких песен. Я вот в детстве, в юности, в юности распевал, любил напевать Лэп-500, непростая линия. Вот сейчас молодым людям скажи Лэп-500. Они скажут, а что это такое? Ну, это линии электропередач, которые в свое время строили. Это было прогрессивно. Но песня-то была настолько душевная, удивительная и трогательная. Она и сейчас есть. Ее исполняют ведь? Вы знаете, как вам сказать, что такое Лэп-500? Да, мы на радио сказали, такой песни не может быть. Что это за Лэп-500? Но тогда была радиостанция «Юность», прибежище всех молодых. И надежный вообще друг и защитник. Мы пошли сразу на радиостанцию «Юность» и там эту песню передали. Но чтобы было абсолютно ясно, мы написали еще одну песню, которая называется «Что такое Лэп?» «Что такое Лэп?» Да. Понимаете, я хочу сказать то, что мне представляется в этом главном. Может быть, поэтому как-то многие из этих песен помнят сейчас. Потому что вот то, что мы писали с Николаем Николаевичем, и то, что делаем сейчас, это песни о людях, которые работают, о тружениках. Причем труженик – это не обязательно он с молотком, стоит вот этот труженик. А человек, который сидит, так сказать, до утра, скажем, там, какой-то ученый, который… Это тоже труженик. Так вот, о людях, которые работают. А «Лэп-500», почему вам это нравится? Потому что там… Ну, они сказали так, как мы это чувствовали и любили. «Повернув выключатель в комнате, вы о нашем зимовье вспомните, если бы желтый глазок вольфрамовый мог пахнуть тайгой». Вот мы этих людей реально видели. Это люди поэты в душе, вот такие. И вот таким людям мы, собственно, посвятили основную часть своих песен. А сейчас я часто слышу, что это быдло. Поэтому, когда говорят, ой, почему сейчас нет таких песен? А что же писать такие песни? Знаете, что такое лэповский лэп? Это монтажники, вот мужчины сидят зимой, холодно, небритые, вот сидят, ставят эти опоры. Это тяжелый труд, тяжелый, грубый. Но можно они, понимаете, так же, как в песне «Что такое лэп?» Солнце, песня идет за нами, слышишь слова-шаги. «Солнце своими руками над Родиной зажги». Вот они не в грязи там сидят небритые. Да, наверное, в грязи сидят, но не зажигают солнце для своей Родины. Понимаете, вот этих людей мы любили и будем любить всегда. Это люди, которые честно работали за очень скромную зарплату и вообще не думали. Понимаете? Вот для нас это очень дорого. И для меня, и для Николая Николаевича вот такие люди. Вы знаете, вот это еще, мне кажется, это отношение к жизни. Потому что можно приехать на какую-то стройку, посмотреть это и увидеть совершенно иное. А можно приехать, увидеть романтику, поэтику, увидеть в этих людях искру, свечение глаз. Седина в проводах от иния. Лэп 500 – непростая линия. И ведем ее с ребятами. Я помню Юрий Позырев, замечательный артист художественного театра. Да, он очень хорошо это пел Юра. Очень проникновенно, легко, как-то без нажима он пел. Это так попадало. И вот эта песня звучала, как сейчас говорят, хит. Вот ты ее пел. Ты в ванной ее напевал, по пути на работу и так далее. Это вот удивительная вещь. Вот вы сейчас начали вспоминать строки из второй песни, что такое лэп. Я так понимаю, боже мой, это какую память надо иметь? Более 400 песен. Ну я не все помню, я не все помню. Они не все удачные, ну что, разные есть. Я думаю, что это невозможно помнить, но тем не менее, тем не менее. Вот я так подумал, ведь каждая песня, это как, ну может быть, это пафосно прозвучит, как ребенок, как дитя. Вы же родили это произведение. Я так понял, наверное, из этих вот произведений можно сложить биографию композитора, поэта? Можно. Или жизнь значительно шире, это всего лишь часть. Жизнь шире, конечно. Но это вот... И потом, понимаете, была другая, если можно так сказать, и какой-то общественной жизни, о каком-то существовании в обществе и композиторов, и поэтов. Другой климат, что я имею в виду. Вот, например, ну как иногда говорят, вот песни по заказу писали, такие-сякие. Нет, ну кому, кто хотел, тот писал, кто не хотел, тот не писал, ничего страшного. Ну вот, какие были... Во-первых, когда была война, композиторы тоже собирали вообще, они все писали песни. Вот нас пригласили весной 61-го года в редакцию радио, в песню редакции. Мы пришли, тогда еще были живы, и Бландер, и Новиков, такие вот наши классики, славя седое все. И пришли, и были такие молодые, как мы, пришли. И нам сказали, вы знаете, мы вам хотим сказать очень доверительно, очень доверительно, что вот этой весной впервые в истории человечества предполагается запуск человека в космос. Ну, это хорошо сейчас сказать, вы знаете что, да рядом на Луне есть жизнь. Это невероятно. Тогда это было значительным событием. Значительным. И удивление невероятное, конечно же. Может быть, вы подумаете, может быть, вы что-то напишете. Мы все разошлись после этого, чуть не попали все под машину, потому что были просто в потрясении от этой новости, и от того, с каким доверием, ожиданием к нам отнеслись. Вот этого не было нужно. Нужно вот событие, как сейчас говорят, событие. Подготовьтесь к этому событию. Подготовьтесь к этому событию. Понимаете, вот я не знаю сейчас, есть ли, уделяется ли такое внимание, а талантливые люди в нашей стране всегда есть. Есть ли к ним такое внимание, понимаете? И уж когда мы написали, уже это передавали, конечно, все. И 14 минут до старта, и присядем, друзья, перед дальней дорогой. И все. Понимаете, это тоже очень важен, климат, в котором живет песня. Понимаете, климат очень изменился, поэтому сейчас это очень трудно. Но тем не менее, все равно возникает вопрос. Вот у вас есть песни и про надым, и про магнитку, и про улицу мира, да, на улице мира. Да, ну и детская песня. Ну, слушайте, естественно, все равно возникает у неосведомленного человека вопрос. Но это, наверное, надо было к дате. А у нас сегодня как к дате, да? Вот будет такая дата, давайте, ребята, работайте. Это новый проект, он дорогостоящий. Это заказ, да? Это заказ. Так и не было. Потому что полет человека в космос – это событие для всей планеты. Это не то, что дата, вот давайте. Полет – это понятно, мы еще поговорим об этом. А вот надым, магнитка. Были какие-то действительно такие заказы, когда приходили… Александр Николаевич, вот напишите про наш город песню. Ну, бывает иногда. Но тогда, кстати, не было. Иногда бывает такое, как… Когда-то меня попросили написать песню про Воркуту, я там никогда не была. Но я написала. Здесь хороший город учился. Нет, бывало, конечно, и бывает. Ну, это просто какие-то впечатления от людей, я не знаю. Вот, например, бывали моменты очень деликатные. Вот мы же тогда много ездили. Вот как ездили? Что значит ездили? Это не коммерческие гастроли. А нас нет, нам, собственно, и не… Полотенцы только командировочные. Вот мы поедем, да? Вот, например, был, кстати, пленум Союза композиторов. В Кемерово, в Новокузнецке, был у нас пленум, сполнялись в сочинении, все было замечательно. И были встречи по традиции, встречи на заводах там. Вот у нас была встреча в шахте, вот, в Ленинск-Кузнецком. Вы знаете, замечательно. У нас, во-первых, надо было совершенно раздеться, одеть их форму с актерской запасной лампой. Все тут, все как следует. Очень спускаешься глубоко-глубоко на лифте, и там такой тоннель очень дальний, и идет два каната и креслица. Так медленно все это передвигается, вот просто все время не останавливается. Вот ты садишься и ты туда доезжаешь. Мы приехали. Приехали, где эта бригада шахтерская. Вы знаете, ну это незабываемо, понимаете? Ну, может, люди по-разному воспринимают, поэтому… Ну, это, во-первых, абсолютная темнота, и только видно их улыбки, ослепительные зубы, и огромный букет желтых роз для меня. Потому что знали, что кроме мужчин я тоже приеду. Вот желтые розы, как солнце. Вот я же это никогда не забуду. А там был, видимо, был очень наивный и чистый намек. Намек. Они напишивали ему песню о шахтерах. Ну, как-то так не сложилось, не получилось, бывает. Ну, вот такое тоже было, вроде. Так, как у нас была боестка на Северный флот. Потрясающе организованная. Когда мы ходили вообще на целый день на подводной лодке. В 8 утра ушли, в 8 вечера пришли. Но спецзаказов, конечно, никаких не было и не могло быть, потому что вы сами себе принимали решение, да? Да, потому что всегда можно, если не хочет, всегда можно сослаться, да, знаете, там, ну не получил. Действительно не получаете иногда. Вот вы пишете, что без мелодичного таланта композитору в песне делать нечего. Но талант еще не гарант. А что нужно, кроме таланта? Потому что вот создается такое ощущение, ну, что такое хороший композитор? Это, конечно, талант. Вот из него и прет, и прет, он слышит, и слышит, сочиняет, и сочиняет. А что, кроме таланта, еще нужно? Вы знаете, у каждого, ну, какие-то требования к себе и требования к жанру, это по-разному. Дело в том, что песня, она такая, казалось бы, маленькая, простая, а ее судьба очень сложная. Иногда бывают песни, которые вдруг сочинит не композитор. Ну, там, интернационал, гениальное произведение. Он же не композитор написал вот так. Вы знаете, поэтому здесь легко, здесь разные бывают судьбы. Но у меня судьба сложилась очень счастлива, как бы сейчас сказали, суперсчастлива, потому что мне посчастливилось получить надежное и серьезное образование. Поэтому, ну, песни я знала и писала с детства, вот, потому что мое детство совпало с расцветом советской песни. Это и Дунаевский, и Блантер, и Славев Седой, и вообще невероятно. Потом Фраткина. Это фантастика. Но я закончила Московскую консерваторию, аспирантуру, и в качестве вот таких дипломной работы, аспирантской работы, у меня уже была русская студия для симфонического оркестра, концерт для трубы с оркестром. Таких сочинений у меня достаточно много. Они существуют, они звучат. Поэтому я работаю в разных жанрах. И поэтому песни, как вам сказать, я привлекаю то, что я знаю, кроме этого. То есть я всегда делаю сама партитуру песен, потому что это важно. Знаете, почему это важно? Если человек не умеет, ну, бог с ним, может быть, он гениальный. Вот как, например, Марк Фраткин, гениальный композитор, но он не мог делать. Это другое дело. Это была война, он был на фронте, мало что у него. А когда можешь это сделать, то песня может быть очень простой. Ну, скажем, была бы песня, допустим, а может, надо писать такую песню об Алёше с Кварцове, балладе о солдате, помните? И он такой, он говорит, ну, лейтенант, хороший человек. Ну, он простой, в общем, мальчик был, ничего вроде. Но если в этой песне участвует оркестр, оркестр, он ничего, он в стороне стоит, не беспокоится, он не мешает. Но исполнитель поёт простую песню, а оркестр делает что-то своё. И после прослушивания вы думаете, господи, он же святой этот мальчик-то, оказывается. А это потому, что что-то сделал оркестр. Но вы об этом не думаете. Вы слушатель, и вас, вот это впечатление поднимает вас высоко. От того, что кроме простой мелодии, которую этот мальчик может спеть, там сидит большой оркестр, воспитанный на Бетховене, Чайковском, Шостаковиче, который говорит, слушайте, люди, это же святой. Вот так что здесь судьбы очень разные. Вот, мне просто посчастливилось получить вот такое образование, что я пишу не только песни. Оно бывает всё, пожалуйста. Бывают знаменитые песни, любимые. Это одна единственная песня. Вот была такая песня. В жизни раз бывает 18 лет. Вот, Муричина, одна песня. Ну и слава богу, спасибо за неё. Просто здесь песня считается, что у неё лёгкая судьба. И правда, есть люди, которые, ну, хотят на этом как-то, уже могут быть корыстные цели, связанные с песней. Потому что написать песню, это легче, чем написать симфонию. Просто труда меньше. Вот вы так интересно. Придите сюда, администраторы. Нет, всё нормально. Ну ничего, они сейчас, это не страшно. Смотрите, чтобы там на вас не текло. Нет, нет, не вытекло. Ребят, придите, промокните быстренько. Александр Васильевич, вы знаете что? Может быть, так вот вы задаете вопросы. Я увлекаюсь, мы начинаем. Может быть, долго уже давайте. Сколько времени уже прошло? Нет, нет, вы не думайте об этом. Нет, надо думать. Всё идёт очень хорошо. Вы не понимаете? Я же всё это контролирую. Как раз я вас не останавливаю, потому что мы сейчас затронули очень важную тему, очень нужную, именно о творчестве. Вот это очень важно. И сейчас будем это продолжать. Видите, мы увлеклись даже чаем. Это значит, мы увлеклись, мы в разговоре. Это потрясающе. Быстро протрите и уходите, мы продолжаем дальше. И чаю принесите, Александр Николаевич. Да не надо, я не буду пить. Ну что ты пришла с одной тряпочки? Я не буду пить. Возьми тряпку, промокни. Я не буду пить чай, потому что сейчас отрублю в дую помаду. А-а-а-а. Вот почему никто не ест конфеты на нашем столе. Сейчас очень хорошую вещь нащупали. Ну вот вы не анализируете себя, Александр Николаевич. Потому что вы начинаете анализировать, думаете, как там со стороны. Это самое плохое. Ах, вот мы долго говорим, там ритм. Не волнуйтесь за это. Я все знаю, все чувствую. Сейчас очень хорошую вещь взяли. Чтобы нам не уходить в какие-то дебри жизни, политики. Про творчество мало кто говорит. Сейчас продолжаем это. Я помню, на чем мы остановились. Александр Николаевич, вы сейчас затронули очень интересную тему. Я вот вас слушал и подумал, это же все то, о чем вы говорите. Вот эти наши замечательные композиторы, песенники. Это же ведь школа. Вы закончили консерваторию. У вас такой запас знаний в музыкальном, в сфере музыки. А вот сегодня ведь удивительная вещь. Смотришь, а у человека нет музыкального образования. Ну, наверное, он какой-то самородок, он там что-то сочиняет. У человека нет голоса, он поет. Но это бог с ним. Вот вы пишете, учиться нужно не только у тех, кто тебя старше. У мастеров. Обязательно надо учиться у тех, кто моложе. Я вашу мысль понимаю. Потому что у молодых есть. Я вот на КВН люблю ходить, там какая-то особая атмосфера. Без шабашности, но какого-то такого энергетического, потрясающего накала. Но хорошо, у них можно учиться. И вот чему вы можете научиться у молодых сегодня? И чему вы хотите научиться? И чему вы у них учите? Вы же общаетесь очень много с молодыми исполнителями, композиторами. Да, они замечательные. У них всем можно учиться неравнодушию. Уже Пушкин давно об этом сказал. Пока свободою гори, пока сердца для чести живы, мой друг отчизни посвятил души прекрасной парой. У них такая душа. Но что с ней делает жизнь, это уже следующая страница. Это не так просто и не так весело. Но они, понимаете, вот их чуть-чуть так, знаете, как фреску, чуть-чуть отсыгнуть, чуть-чуть приласкать. Они очень хорошие, нежные и замечательные люди. Ну, а чему учиться? Какому-то восприятию жизни. Не знаю. Легкости. Легкости. Ну, от них можно зарядиться еще, потому что эмоции, конечно, хлещут через край. Ну, хлещут через край, они могут работать днем, могут работать ночью. Они, конечно, замечательные. У них хороший аппетит всегда, я их люблю очень. Ну, молодым, конечно, надо помогать, о чем вы тоже пишете, что молодым нужно помогать, особенно талантливым. Хотя вот говорят, что бездарность пробьется и сама, да, по-моему, такая есть какая-то пословица. А талантам надо помогать. Вы талантам помогаете. Ну, слушайте, но говорят, что вы все песни отдаете, просто дарите. Но как это можно? Как это возможно сегодня? А как иначе? А как сегодня коммерческое время? Как говорят, все стоит денег. Выдающийся композитор Пахмутова, две строчки, это же уникально. Она же все слышит, видит. Она тебя сразу подскажет, в чем твое зерно, как надо слышать, как надо ощущать. А вы все это раздариваете. Песни в смысле, да? Песни. Ну. Берите, не жалко. Берите, не жалко. Нет, нет, иногда бывает песнь, да, хоть для какого-то там, не знаю, события или что-то, пожалуйста. А если просто певец, вы знаете что, это просто, может быть, наше воспитание уже. Мы никогда ни с одного певца не взяли ни рубля и никогда не возьмем. Мне это неинтересно. Но это талантливые люди, извините, что берите. По-всякому. По-всякому бывает? Ну, конечно, по-всякому бывает. Ну, вы же сразу видите, как рентген. Выходит человек, начинает петь. Вы понимаете, что вот это талант. В этом есть что-то. Конечно, конечно, конечно. Ну, понимаете, нас, это нас так уже воспитали, что, может быть, человек, он поет, прекрасно поет, говорим, что вот так, вот здесь так, так. Потом он уходит, давай деньги. Это невозможно. Это невозможно. Есть организации, там, Министерство культуры, я не знаю, кто-то еще, кто заказывает какая-то организация. Это пожалуйста. Это пожалуйста. А вот так просто, это исключено. Мне не интересно делать какие-то неестественные поступки. Это не нужно. Понимаю. Вот что пишут о вас в интернете на сайте мельпомена.ком. Пахмутова и Добронравов, люди из будущего, мудрецы, ведут аскетический образ жизни. Ничего лишнего. Они живут без суеты, никуда не бегут и все успевают. А вот вы меня торопите. Какая прелесть. Кто же так хорошо о нас думает? Ну вот так вот пишут о вас. Вы что, действительно ведете аскетический образ жизни? Да никогда в жизни. В чем это проявляется? Если бы, да. Никакого чего? Аскетического. Аскетический образ жизни. То есть ничего лишнего в жизни. Вот вы умеете определять. Вот это главное. А это вот уже все. Это нам не надо. Так пока не получается. И знаете, это хорошо. Вот у нас сегодня еще будет. То есть мы сегодня придем домой, наверное, поздно ночью. И, понимаете, друзья наши, ровесники. И там все говорят, ой, как хорошо, что вы востребованы. Вот это хорошо. То есть мы живем, насчет аскетического, не могу сказать. Мы живем в режиме, может быть, поэтому я так дружу с молодежью. Мы живем в режиме 30-летних людей. Ничего не изменилось. Абсолютно. Это вообще день, вечер, ночь. Вообще это вот так все идет. Предлагаемые обстоятельства, политические строя. Обстоятельства, никакого режима вообще. Ничего. Вот так все идет. Может быть, поэтому не то, что мы любим молодежь. Может, поэтому они к нам относятся очень нежно. Эти дети прекрасные ребята. Потому что мы живем в одном режиме с ними. В одном режиме, абсолютно. Значит, здесь не точно написано. Это не точно. Они живут без суеты, никуда не бегут. Суетитесь и бежитесь. Бежим, а бежим, потому что опаздываем. Очень много дел. То есть времени, чтобы сесть, чтобы сочинить, придумать. Или это все на ходу тоже. Я вот люблю, когда на ходу приходят какие-то вдруг неожиданные мысли, идеи, также и звуки. Или нужно уединиться, чтобы что-то сочинить такое глобальное. Сюиту, симфонию. Нет, я думаю, что... Вы знаете, не нужно. Каждому нужно свое. Вот мне иногда говорят, как вы сочиняете без инструмента. Я говорю, да, без инструмента. А как это без инструмента? Вот действительно, как это? Ну как? Я первый раз слышу, как без инструмента? Ну ничего особенного. В голове вот и... Да, конечно. Где же еще? Вот. Но это, это не означает ничего. Это не означает ни героизм, ни чего-то. Да, я сочиняю так. А есть люди, которые целый день играют. Ради бога, они тоже прекрасны. Это разные системы. Важный результат, и все. Я с вами согласен. Но тем не менее, вот для меня, как человека несведущего, обывателя, я думал, что такое, как бы, садиться, надо каждый день играть. Там, я не знаю, с утра или ночью. Да играть-то неплохо было бы. Мне надо было бы играть, чтобы играть получше. А у вас в голове возникло, вы записали все это. Да. Потрясающе. Вот я первый раз... Да нет, так-то не только я работаю. Рояль, есть ли какая-то фортепиано, фортепиано и музыка, где участвует фортепиано очень активно. Очень активно. Ну, например, у меня есть такая симфоническая картина «Птица-тройка». Там вообще рояль играет до сна, оркестр и рояль. Вот там, да, вот там я должна это сделать так, чтобы было удобно вообще все и хорошо звучало. Вот. Но мы говорили, к чему это, что аскетически... То есть у нас нет ни режима, ни плана, никакой аскетики. Ну, чтобы... Вот как идет, как несет, но грех жаловаться, потому что это интересно. Интересно, сочинения звучат, все. Но времени уходит на все много, вот на... И, может быть, кажется аскетичным это то, что очень много... Как помните, у Андреа Мурау есть такая новелла «Хронофаги». «Похитители времени». Я этих людей очень боюсь, потому что ничего, какие-то вообще просьбы, какие-то... Причем стихи часто, к сожалению, бывают и хорошие, но часто плохие стихи, которые посылают так. Сначала посылают в правительство письмо, а уже из правительства присылают мне. Так, чтобы я уже не смела не ответить. Вот этого слишком много, понимаете, у меня нет сил на все. И на это уходит масса времени и сил. Я вас понимаю. Вот на это мне жалко время, потому что... Ну, как же это так? Вот, поэтому ничего. Все, все пока идет. Если было бы не так, вы бы меня не пригласили в передачу. Но ведь складывать вот ощущение, что вы заняты только работой. Вы, Николай Николаевич, только вот с утра до вечера концерты, встречи, я не знаю, там возникают какие-то стихи, звуки и так далее. На личную жизнь-то остается времени? Ведь 24 часа в сутках всего. А сейчас такое ощущение, что вот все это в творческом процессе. Это, конечно, потрясающе, если это так. Но это удивительно. Ну, в общем, это так, а с другой стороны, а что такое, что остается, вот что такое в другой жизни? Я жалею, что мы, я, например, мало хору в театры, что мы очень многое не знаем. Потому что мы просто устаем, и вечер свободный дома, ну и слава богу. Это неправильно. Мы, понимаете, а так, не знаю. Мы сейчас должны срочно... Ну, Александр Васильевич, что вас не устраивает в нашей жизни? Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, а потом мы продолжим наш удивительно интересный разговор. Потому что открытие за открытием. Лично для меня. Я, например, идиот не знал, что музыку можно сочинять в голове. Вот иногда идешь, у тебя мелодия, думаешь, какую красивую мелодию. А ты ведь это сам придумал. Ну, правильно. А что с ней сделать-то? Ты не умеешь ни это, ни то. Да. Значит, это профессия. Это профессия, конечно. А мало ли кто там сочинит стихотворение. Кто-то и была раньше художественная самодеятельность. Ее отменили, к сожалению. Да. Врач мог после работы пойти и танцевать в балете. Мы продолжаем наш разговор. Героиня нашего сегодняшнего разговора Александра Николаевна Пахмутова. 21 апреля 1978 года. Вы, конечно же, должны помнить этот день. Москва. Московский планетарий. А. В этот день планету номер 1889, или как, 1889? 1889. 1889. 1889 ей присвоят имя Александры Пахмутовой. И вы приезжаете в планетарий вместе со своим папой, да? Это так было? Да. Вот что для вас этот день? Потому что вот с точки зрения, опять-таки, обывателя, я думаю, боже мой, твоим именем назвали планету. Ну, мы все немножко амбициозны, но чтобы назвали, надо заслужить. Надо еще что-то сделать. Такое, чтобы назвали. Поэтому нам и кажется, что это такое знаменательное событие. Событие знаменательное, конечно. Она, ну, знаете, такое время было, мы и дружили с летчиками, и с космонавтами, и очень любили, и до сих пор очень люблю небо, очень люблю звезды, люблю созвездия. Вот. Очень люблю это. Не так хорошо знаю, но еще с северным полушария более или менее, южное совсем плохо знаю. Вот. А северное, я хочу вам сказать, что не думайте, что это такая уж планета. Это астероид. Он не такой большой. Это, наверное, как у маленького принца. Помните, была планета, он каждое утро ее подметал. Вот астероид 1889, она между Марсом и Юпитером, она не такая большая. И вот просто так ее увидеть нельзя. Можно увидеть только в телескоп. Вообще, это очень торжественно было, и очень волнующе, и замечательно. Я помню, в тот вечер еще присвоили планеты имена Зои и Шура Космодемьянских. И была мама Зои Космодемьянской. Была тоже вот на этом торжестве, когда ее детям, значит, планеты назвали именами ее детей погибших. И в Ценцинате есть планеты-центр, где это зарегистрировано. Скажите, что для вашего папы? Это было, конечно, знаменательное событие. Вы ему отдали эту грамоту, и он гордился своей дочкой. И дочкой теперь в честь тебя названа звена Александра Пахмута. Да, это было замечательно. Это счастливый момент. А вот в 65-м году, это еще раньше значительно, появляется песня. Пронзительная песня про нечеловеческую любовь. Опустела без тебя земля. Да. Вы писали эту песню к кинофильму «Тритопли на Плющихе». Нет. Нет? Совсем нет. А вот очень интересно, потому что они считают, что это Гагарину посвящено, Юрию Алексеевичу. Кто-то считал, что это... У нас вот такая информация разная. Расскажите, из первых хвостов. Ну, 65-й год. Вообще, это же время было... Вот начались полеты в космос. 61-й год. 61-й год. Потом... Ну, об этом можно долго рассказывать. Потом были... Тогда еще не было «Звездного городка». Был просто гарнизонный клуб в Чкаловской. И мы туда ездили. Союз композиторов, вот композиторы, певцы. Молодые Кобзон ездили. Композиторы наши, Астровские, Калмановские. Все приездили. Мы собирались на станции метро «Сокольники». Туда приезжал автобус. И мы ехали в Чкаловскую. И мы уже со многими познакомились, подружились. Со многими космонавтами. Вот. И не только космонавтами, мы и дружили с летчиками просто. Мы, например, очень дружили с Георгием Александровичем Масоловым. Это заменитый летчик-испытатель. Вот. Посвятили ему песню «Мы учим летать в самолеты». Тогда она... Кстати, Юра Пузырев ее пел очень хорошо. Мы учим летать. Летчики-испытатели. Как-то мы их полюбили. Однажды было интересно. Мы летели с ним в Казань с Масоловым. На праздник, посвященный его имени. И мне летчики показывали ночную посадку. Что такое ночная посадка? В общем, это была взаимная, прекрасная у нас такая вот любовь. И мы представляли целый цикл песен, в которые входят песни «Обнимай небо», «На взлет», «Нежность» и «На взлет», «На взлет», «На взлет». Еще... Сейчас вспомню название. Вот. Вот и все. И песня прозвучала впервые в декабре 65-го года. Опустела без тебя земля. Пела «Кристалинская». Пела «Кристалинская». Я не была в стране. Просто я на концерте не была. Она пела очень хорошо. И ушла под стук своих куличков. Просто песни не имела никакого, никакой реакции, никакого успеха абсолютно. Вот. Но есть исполнители, которые в это время бросают песню и уходят в другую сторону. Вот «Кристалинская», она продолжала с упорством петь эту песню. И она доказала, что песня чего-то стоит. Фантастика. Вот вы сейчас говорите, я даже не верю, потому что сегодня, это, как говорят, хит. Это пронзительная песня. Вот так. А в то время под стук, собственно, Башмаков, исполнитель, на премьере этой песни уходит. Да. Со сцены. Да. Но Гагарин был одним из первых слушателей ее. Я показывала эту песню. А кому все-таки была эта песня посвящена? У нас, ну, вы знаете что, вот так, я бы не стала, не стала бы это уточнять так. Это образ такой, да, вот какого-то человека, который ушел из жизни и опустила без него земля. Ну, там, не там, там, опустила без тебя земля, если можешь, прилетай скорее. А, если можешь, прилетай скорее. Прилетай скорее. Вот видите, вот это удивительно, вот вчитываешься в эти стихи, и ты ищешь там какой-то смысл, там объем, какие-то метафоры, гиперболы, образы возникают. А сегодня вот читаешь стихи современные, и никак не можешь понять, что же хотел сказать автор. А это для настроения. Это все для настроения. А что вы читаете? Вот вы почитаете литературную газету. Нет, нет, я имею в виду стихи песен наших, которые мы сегодня... Вот я почему говорю, что в литературной газете очень бывают подморки стихов и молодых авторов, авторов из других республик, очень интересные. Ну там же Поляков руководитель авторной газеты, поэтому там не может ничего слова. А вот в сегодняшних песнях, я беру стихи, даже у Николая Фоменко была такая передача, когда он брал стихи песен и начинал разбирать их, и это доходило до абсурда вообще. Там никакой мысли не было. Я уж не говорю про три кусочка колбаски, у тебя лежали на столе. Ну такая ситуация тоже, наверное, может случиться. Вот теперь я покажу про... А Тритополя стали снимать спустя два года, когда песня была уже достаточно популярной. Так. Достаточно популярной была песня, и Доронина, она уже пела в картине, как песня, которая звучит по радио. То есть уже любимую песню народную. Да, она пела уже народную, народную песню. Она здорово там пела. Я же отказалась от картины, я не... Леозного позвонила, я говорю, я не буду писать. Но я не злой человек, я добрый человек. И как любой добрый человек, если я начинаю принципиальничать, так, это обязательно не кстати. Вот. Я сказала, не буду. Пришла я там на рынок мясо, песни. Это для песни, для космонавтов, для меня не буду я это писать. И Татьяна Михайловна, которая была и умнее, и тактичнее, она и есть, слава богу, дай бог ей здоровья. Потому что она, конечно, великий режиссер. Вот. Она говорит, вы посмотрите материал просто немножко. Хорошо, я приехала. И вот мне показали эту сцену, где Доронина поет. И ее пение, и, может быть, не столько даже... И ее пение, и, главное, глаза Ефревова, когда... То есть глаза человека, к которому пришла большая любовь, в которой не будет счастья. Я думаю, я никому в жизнь отдам эту картину. И я вышла со студии, дошла до стоянки такси, и практически музыка была готова уже, кроме нежности. Ну, там есть такая просто инструментальная музыка. Поэтому нежность – это не Тритополя. Я очень благодарна этой картине, потому что эта картина, она дала, так сказать, новое дыхание песне, что очень важно. Витька, у каждой песни есть своя судьба, своя история. Это удивительно. Это как человек бывает. И красивый, и умный, а счастья нет. Так в песне тоже бывает. А едва все поют, вроде ничего особенного. У тебя есть песни лучше, но их не поют, а вот эту поют. Я вот сижу, думаю, Советский Союз, вот то время, как все-таки сложно было работать. С одной стороны, вы состоявшийся, известный, любимый композитор, да? Но надо было жить в этой стране. Советский Союз. И одни из самых лучших песен – это были ваши. И при всем том, вы умудрились как-то не быть членом КПСС. Вы не были членом КПСС. Нет. А как вы умудрились? Ведь в то время практически это невозможно было. Да. Ну, как-то, знаете, так вот удалось, что-то невозможно. Были какие-то хитрости или что? Да что-то я не смогу, не справлюсь, не знаю. Хотите, понимаете, я не знаю, будете ли вы серьезно об этом говорить. Не знаю, нужно ли это. Вот посмотрите. Но я могу что сказать, что в любой идеологии, в религии есть подвижники, есть святые и есть функционеры. Функционеры тоже бывают люди, которые порядочно и много работают, и честно. Но есть люди, которые, пользуясь всеми благами, просто спокойно живут, ни о чем не думая. Так же есть в религии, скажем, есть... Ну, все святые, они реальные люди. Просто за то, что они людям несли веру, их мучили. Каждого по-разному. Святого Лаврентия, по-разному мучили, да? А были люди, ну, почитайте Декамерон еще раз, которые прекрасно жили, вообще не смолюдали постов, гуляли с женщинами, пили вино и тоже считались. Вот. Так же, понимаете, так же вот партия. Есть люди, которые выиграли войну, которые восстановили страну, которых пытали, вырезали звезды, и они ничего не говорили. Ничего не давали. Вот великие люди, которые шли в живой огонь, коммунисты. Да потрясающе. Я вот таких людей вообще... Можно было вообще согласиться, вообще дома мыть полы и окна. А есть люди спокойные. Вот человек, который со мной вел беседу, он после этой беседы сел в казенную Черную Волгу и поехал на государственную дачу. А я иду опять домой со всеми проблемами. Потому что когда мы съездили, вот были в Братске, были там на севере, были на подводной лодке, в общем, все, замечательно. Но меня сразу сделали, и секретарем Союза, депутатом Моссовета, участвовали в какой-то комиссии молодежи. То есть сразу-сразу вот столько. Понимаете? И потом очень видят, что что-то как-то не все я выполняю. Вот еще надо, чтобы я была в партии. Вот и все. А я вам уже сказала, вот и про коммунистов войну, и про коммунистов. У меня отец, член партии, был с 17-го года. Он поступил в партию прежде, чем в комсомол. Потому что он поступил в партию, комсомола еще не было. Поэтому, а то, что мне удалось просто уйти вот от чего. От того, что мне бы не предлагали что-то делать, мне бы приказывали. И не настоящие коммунисты. А вот люди, которые очень хорошо при этом вообще существовали и жили, и живут. Поэтому я не знаю, Александр Васильевич, нужно ли это трогать. Ей-богу. Вы очень глубоко и точно сказали, это все понятно. Это все понятно. Может быть, это и не надо. Поехали дальше. Вот давайте про лихие 90-е поговорим. Потому что в жизни каждого человека, да, вот, ну, а хотим мы того, не хотим, вот меняются какие-то предлагаемые обстоятельства. А мы вот сидим, разговариваем, а за окном проходит жизнь, и уже там смотришь, другой президент, скоро вот новые выборы и так далее, и так далее. Новое время. Вот тот сказал, новое время, новые песни. Наверное, это так, да? Наверное. Надо какие-то новые сочинять песни, появляются новые лица, новые люди, что-то новое. Ну, а старые-то куда денешь? Те, которые в трудную минуту возникают в твоей голове. Вот что для вас, вот то время, вот это время, как его называют, лихие 90-е, но это смута какая-то была. Лихие, я не могу сказать лихие. Лихие-то слишком красиво. Лихие, это в этом есть что-то, что-то от кавалерийской конницы. Я этого не чувствую, что это уже такое было лихое. Ну, сменилось правительство. Не знаю. Это серьезно. Я не знаю, как об этом сказать, чтобы это было убедительно. Ну как, вот мы придем сейчас к этому моменту, к сегодняшнему, когда вы говорите, опять мы супер востребованы, это замечательно. Мы не опять, так и было, только совсем немного оболочали. А в общем-то, ну, может, потому что мне особенно, как вам сказать, не то, что меня это не волнует, но востребовано, да, не востребовано, не востребовано. Мы работаем, но у вас пригодится. Творческий человек найдет, чем заниматься. Да, найдет, чем заниматься, найдется кому-то петь. Вот я совсем недавно написала пьесу для скрипки с фортепиано. Великолепный молодой музыкант Юра Медяник отлично это сыграл. Женя Малышко, наш друг, уже не один десяток лет наша дружба. Евгений Малышко и Ирочка Мочевариани. Он поставил номер. Потом Медяник говорит, а вы знаете, у меня в Башкирии концерт будет с оркестром. Ну, раз сказал с оркестром, я очень люблю оркестр. Уже все, я уже стала делать ему партитуры, хотя он меня об этом, по-моему, и не просил. И он уже в Башкирии сыграл это с оркестром. Поэтому, спасибо, что востребованы. Но понимаете, в чем дело? Сейчас вы задеваете тему, в которой я должна быть осведомлена абсолютно. Это политика. Я сейчас не о политике, Александр, извините. Вот я не о политике. Вот со стороны складывается такое впечатление. Вот Пахмутова и Дурмагауф, вот они востребованы, это было время, это та страна. Пришло новое время, да? Другое государство, Россия, там все, сказали, новые люди, новые песни. И вроде бы ни Пахмутова, ни Добронав уже не нужны народу. Ну, не нужны не надо. Ну, не было же так, что были не нужны. Вот ваши ощущения. Как вы считаете, что у вас продолжались концерты? Вы работали в это время? Нет, 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 особенно, 90-е, да всем было не до концертов. До концертов было только, может быть, артистов. А так? Но ваша жизнь не останавливалась. Вы как сочиняли, так и сочиняли. Николай Николаевич как писал стихи, так и писал стихи. В общем-то. Да. Не было такого, что, ах, вот это вот поди, депрессия, творческий, там, кризис. Ну, не знаю, мы в это время написали песню, там, скажем, «Госпожа Нищета», песню «Остаюсь с обманутым народом». Ничего, даже были молодые, которые, это даже прохода, даже по телевидению это было, «Виноградная лоза», когда было это варварство с уничтожением виноградников. Да. Это нельзя делать. Помните, по-моему, это Евангелие от Марка, где Христос говорит «Я есмь виноградная лоза». Это очень непростое растение. Это непростое. Нельзя трогать виноградную лозу. Понимаете, не говоря о том, что это никакого отношения к борьбе с алкоголем не имеет. Да. Виноградная лоза, вот у меня отец лежал с инфарктом в больнице, я знала, что каждый день должна мне перевозить килограмм винограда, потому что это ее лечивает. Виноградная лоза вообще – это дитя солнца. Это нельзя было, это преступно было это трогать. Мы написали песню «Виноградная лоза». Тогда был «Взгляд», помните, была такая программа? Да, конечно. Они говорят, что на Дальний Восток пройдет, а нас – не знаю. И прошло какое-то время, прошло с полгода, с год, ее все-таки дали, эту песню, все-таки она прозвучала. Потом у нас в Крыму был пленум союза композиторов, были концерты, песня исполнялась. Знаете, невероятно трогательная. Мы приезжали после концерта в гостиницу, открывали машину, которая нас везла. И весь багажник был полон винограда. Потому что там есть люди, которые живут этой деятельностью, живут своей любовью к тому, чтобы возделывать виноград. Поэтому как? Потому что, знаете, мне кажется, что… Сейчас будем заканчивать, я уже вас заговорила. Почему «Виноградная лоза»? Потому что у песни есть разные миссии. Развлекать, защищать униженных и оскорбленных. Она должна это делать. «Виноградная лоза» не смогла остановить, так и спеть про это. И то полегче будет. То есть вот это вот ощущение, что Пахмутова куда-то исчезли, то показывали каждый день по телевизору, а потом куда-то все исчезло. Это было ложное ощущение. Пахмутова и Добронравов продолжали работать, сочиняли песни. Понимаете, Александр Ильич, да. Все было как у всех. Всем было сложно. Исчезновение с экрана в телевизоре – это важно для артистов. Это очень важно. Вот вдруг нету. Ну нету, ну и что? Ну нету. Потому что телевидение, сейчас об этом говорить, это особый разговор, серьезный и долгий. И долгий. Вы настолько серьезный человек, вот какую тему вам не предложишь, вы понимаете, что мы сейчас так далеко и глубоко уйдем в это. Так что давайте говорить о вас будем, о вас. Да. Вот сегодня, я опять-таки возвращаюсь к этому недавнему появлению на Первом канале, когда вся страна выбирала лучшую песню. Мне это немножко было как-то так, знаете, я с иронией слушал. Ну столько замечательных песен. Ну как можно выбрать из всех песен Пахмутова и Добронравова лучшую? Ну это очень сложно. Знаете почему? Я вам скажу, почему такой юз. Не от того, что только 10 песен. Спасибо Первому каналу. Спасибо за 10 песен. Спасибо за то, что сделали такой праздник. Потому что в другой стороне в песне нет нормального концертного кровообращения. Вот так, чтобы вот концерт, вот песни. Во-первых, у нас уничтожили концертный зал России. Это преступно. У нас и негде делать концерты, песен. Но сейчас же в Лужниках происходит. В Лужниках надо играть в хоккей. Они делают все возможное, коллектив зала России. И все-таки это не то, понимаете? Вот. Поэтому не звучит столько песен. И поэтому говорить, ой, спасибо, что сделали. Это удивительно, что немножко раздвинули сериалы. И вот нашелся это время. Спасибо. Ну, мы вот начали с фразы, что новое время – новые песни. Но, мне кажется, есть песни, которые на все времена. И вот, во всяком случае, в этом шоу прозвучали песни, которые, на мой взгляд, песни на все времена. И молодые люди, может быть, немножко гипертрофированно воспринимают сегодня их. Не так, как мы их тогда воспринимали лет 10, 20, 25 назад. А, может быть, наши внуки по-другому вообще будут. Главное, чтобы они звучали. Это очень важно, потому что это добрые песни. И вот здесь, и здесь они что-то воздействуют и с человеком происходят. Вот это очень важно. Спасибо, Александр Ильич. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Как пауза? Закончилась только вторая часть нашей передачи. И будет третья, заключительная. Всего 10 минут. Да вы что? Мы уже сильно перейдем. Это вам так кажется. Значит, у нас как-то идет передача, как несмазанная телега. Но мне настолько интересно вас слушать, потому что мы правильно говорим. А мы же еще чуть-чуть вырежем. Я бы вырезала право. Я бы вырезала. Потому что... Мы продолжаем наш разговор с Александром Николаевной Пахмутовым. Очень интересно в этом шоу «Достояние республики». А вы наше национальное достояние. И не отказываетесь от этого. Ну, там была не только я. Да, там был Николай Николаевич Добронравов. Вы там были вместе, вдвоем. Это да. Да, я хотела сказать другое национальное достояние. Там были уже передачи. И Меладзе, и Резников, и Пугачева, Антонов, Добрынин. Так что... Ну, у нас страна большая. Да. Нельзя обойтись только Пахмуту и Доброна. Много у нас талантливых людей. Вы сказали. Но, тем не менее, прозвучало. Александр Николаевич, напишите, молодой, как я сказал, песню к Олимпиаде 2014 в Сочи. Вы так улыбнулись, переглянулись с Николаем Николаевичем, потому что, насколько я знаю, до свидания, наш ласковый Миша, мелодия будет звучать. А Николай Николаевич пишет стихи новые к этому мелодию. А, нет, такой вариант уже есть. Что-то было зимой, и, по-моему, даже пели. Нет, мы говорим про Сочи 2014 года. Да, я знаю, я знаю, я знаю. Нельзя об этом говорить вслух. Это тайна тоже. Как тогда было, в 80-м году, говорили, нельзя никому, пусть это будет для всех сюрпризов. Знаете что, это сейчас мы не будем в передаче, потому что, я точно, но уже была Лещенко, это пел, с кем-то из девочек пел, он Салсу. Салсу, да. Салсу уже с новыми стихами про медвежонка, потому что Олимпиады уже многие болеют, и Лев Валерьянович, ему кажется, его вариант. Ему кажется, что был вот у этого Мишки, его медвежонок, его сын, что был вот. Но это неофициальная сама фирма, поэтому это не надо в передачу. Хорошо, хорошо. 2010 год, прошедший год, был каким-то удивительно плодотпорным, если говорить о востребованности. Вы дали пять очень серьезных концертов, на мой взгляд, очень серьезных. Это концерт с Федосеевым, Владимиром Федосеевым, концерт с Михаилом Полетневым, Сергеем Жилиным. И вот два концерта какие-то, я не могу сейчас... Какие еще два концерта были такие значительные? Это оркестр «Московия» с Эдуардом Грачевым, с которым я училась в одном классе в школе. Ага, вот в школе даже? В школе, в ЦМШ. В музыкальной школе. В музыкальной школе. И концерт с Александром Клевицким. Оркестр именно Силантьева. Оркестр имени Силантьева. Вот написали об этих концертах, что это значительное явление в нашей музыкальной жизни. Вот что такого значительного было? Расскажите. Ну, вы знаете, у Владимира Ивановича Федосеева это был у меня юбилейный концерт. В девятом году был юбилейный концерт, в котором оркестр Федосеева было первое отделение, в котором были символические сочинения и несколько песен. Второе отделение уже был фонограф Жилина. С Плетневым. Но это не были... Вот у Силантьева был авторский концерт. У Плетнева великолепный оркестр, они оказали мне честь, пригласили меня в новогодний концерт. Вот это можно сказать телетерителям. Наверное, во многих городах это есть, а если нет, то это можно ввести. Это прекрасная традиция, когда академические оркестры, академические коллективы делают такие новогодние вечера. То есть это концерт 31 декабря. Он небольшой. Он в одном отделении, чтобы люди успели ковречь Новый год домой. И там играет классическую музыку, но такую популярную. Вальсы Штрауса, Увертюра России, балетная музыка. Вот у Плетнева был такой концерт, он меня пригласил участвовать в таком концерте. Я ему за это очень благодарна. Там у меня исполнялась симфоническая картина «Птица-тройка». И исполнялись песни, исполнялась старый клюв. Вот, это было хорошо. И у Эдуарда Крача исполнялась пьеса «Веселые смычки» для струнного. Что касается оркестра Клевицкого, это оркестр Силантьева. Это вся жизнь прошла с этим оркестром. И сейчас... Оркестр Союзного радио и Центрального радио. Сейчас Александр Леонидович очень так работает горячо, увлеченно. Так что оркестр сейчас в очень хорошей форме. Я очень рада, что они востребованы и много работают. Боже мой, в сутках 24 часа. Когда вы все это успеваете? Говоря о том, что вы живете в режиме 30-летних, я так подумал... Я не знаю, какой режим бывает у 30-летних. 30-летние разные бывают люди. Да, я говорю, у активных 30-летних. Активных 30-летних. Значит, внутренне вы ощущаете себя на 30 лет. Абсолютно. Какое счастье. Какое счастье. Дай бог всем нам так вот чувствовать. Спасибо. А вот скажите, Александр Галам, если это не секрет, вот как строится ваш день? Все-таки во сколько вы встаете? Никак он не строится. Ну, во сколько вы встаете? Вот в 5, в 6, в 7? Нет, ну, наверное, часов, не знаю, в 9, в 10. Вот так, наверное. А ложитесь поздно. Поздно, да. Ну, я понимаю, если концерт, там вы приезжаете, что-то обсуждаете. Александр Васильевич, это же нельзя мой режим переложить на кого-то. У него другая жизнь. Поэтому это... Что будем говорить? Ну, просто вот сравнивая, там, свой режим, каждый человек думает, ну, я вот стою, потом иду на работу, это понятно. Есть творческие профессии, у них, конечно, там полный хаос в жизни. Значит, у вас режим творческого человека. Наверное, да. И нельзя сказать, вот завтрак востолько, обед востолько, ужин востолько. К сожалению, нет, да. А вот востолько мы с Николаем Николаевичем выходим на набережную погулять, подышать свежим годом. Вот этого нет совсем. Почему? А как же так? Нет, ну, есть, Таня, что-нибудь? Нет, вот такого порядка нет. Ну, потому что все смотрят и думают, ну, в чем же секрет вот такой, что вот пахмут... Ну, зачем этот секрет? Кому это нужно? Нет, ну, а секрет в том, потому что каждый человек думает, ну, почему так люди хорошо молодо выглядят? Почему они так активны? Откуда у них столько энергии? Ну, как это все? Это естественный вопрос. А вы вот усиленно это скрываете. Либо тогда человек скажет, нет никакого, ребят, секрета. Я не секрета, нет. Вот как идет, как идет, так идет. Живем и живем, работаем и работаем. По концертам и так далее. Хорошо, но 55 лет все-таки вместе, это тоже ведь тайно. Вот сегодня все говорят о семье. Знаете, такая вот программа уже появилась, как это называется, не знаю, национальная программа. Семейная программа. И тоже все теоретически пытаются разобраться, как сделать так, чтобы возродилась семья, чтобы люди поняли, что надо вот жить вместе, что должна быть семья. Вот ваша семья 55 лет, двух творческих людей в замкнутом пространстве, в одной квартире, два творческих человека. Понятно, что возникают какие-то и творческие, и жизненные вещи. Но тем не менее, 55 лет. Но это шутка сказать? Кто все-таки в вашей семье лидер? Николай Николаевич, он руководит? Или вы? Не знаю, наверное, не знаю. Но понимаете, просто потому, как спрессована сейчас жизнь, мы все, мы все с вами должны были бы жить, как вот черепахи, лет по 300. Правда? Конечно. Потому что так... Ну, это удивительно. Не могу, не знаю даже, что сказать, вы знаете. Ну, а вот совместная работа, она вам помогает? Конечно. Вот то, что вместе? Конечно. Николай Николаевич мне очень помогает. У всех ведь по-разному. Я вот разговариваю с творческими людьми, они говорят, я не слушаю, потому что я творю, это мое, и никогда мы не влезаем в друг в друг. Нет, нет, нет. А тут все вместе. Нет, он мне очень помогает, и не только в песне, а даже как символически, потому что сейчас из-за техники очень много работает. Вот он сейчас принес пьесы, которые могут прозвучать в передаче. Он же подготовился, он вчера приготовил все это. Он весь звуковой архив, это все у него. Я в этом ничего не понимаю. Это все его... То есть сейчас очень много каких-то забот, кроме просто вот так, что значит написал. Может быть, это за счет его стихов, потому что, может, вместо этого он должен был собрать и поехать в издательство. А он в это время делает вот какие-то, понимаете, какие-то записи, такое-то исполнение. Это все, это вообще большая работа, архив все это. Ну, Николай Николаевич нам обещал завтра приехать к нам и рассказать, вот как он все ощущает. Для вас это открытие, он вот дал согласие участвовать в нашей передаче. Завтра он нам все расскажет. Поэтому... Он не сейчас будет? Нет, он завтра приедет. Сейчас мы с вами в эфире, а он завтра приедет. Александр Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, а вот в 2009 году, по-моему, в 2009, вы написали такую песню под названием «А что нас ждет впереди?» Есть такая песня? А что ждет нас впереди, да. Так, что нас ждет? Вот вы как мудрец, как человек космоса, скажите, что нас... Я не мудрец. Ну, что нас ждет впереди, вот по вашим ощущениям? У вас оптимистическое ощущение будущего? Нет. Нет, смотри, какое будущее через там... Нет, я понимаю, что сегодня столько... Что же это я, вот мы думали, что вы сегодня... Вот смотрите, вот сегодня столько проблем, вот смотрите, столько сегодня проблем... Ну, как жаль, что... На которые вы реагируете. Ну, вот вы говорите, понимаете... И у вас такое ощущение, что в будущем, в будущем... А я уверен, что у вас оптимистическое ощущение. Нет, вы говорите, вот как вы живете там, да. Вот я уже думала, что у нас завтра будет свободный день. Вот я чувствую, что вы долго с вами работаете, зачем приедете, ему ехать завтра. Нет, нет, он сегодня приедет, это я вам скажу. Но это у нас зрители-то, они сегодня сидят, смотрят. Слава богу. Это ему завтра воскресенье, вот так. Вот довел Пахмутову. Она говорит, я, наверное, вас утомил, я вас утомил, уже до слез довел. Она говорит, завтра Добронравову ехать сюда, к мягче, в передачу. Конечно, я уже начинаю проедить, чтобы хоть один день был. Завтра покажем. Так все-таки вот у вас оптимистическое ощущение. Я понимаю, что сегодня много проблем. И вы на все так тонко реагируете и глубоко, что вам кажется, что иногда кажется. Это ошибка художника. Но не может быть так, что вот ваши светлые песни, которые сегодня востребованы, их поют, и все смотрят даже на Первом канале, вот в таком шоу «Вся страна», что не может быть ничего светлого. Не может быть. Спасибо, я очень благодарна Первому каналу. Про ваше ощущение, что впереди? Не знаю. Сложное ощущение? Сложное. Это очень хорошо. Потому что наверняка, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас Александр Николаевна Пахмур сказал, ну, ребята, конечно, много проблем, но все будет хорошо. Но вы сказали именно так, как вы чувствуете. И это честно, и это правда. И спасибо вам. Спасибо. У нас тоже у всех очень тревожное отношение. Но хотелось бы, чтобы было все хорошо. Будем надеяться. А мы будем слушать ваши песни, которые нам помогают, нам строить и жить помогают. Спасибо. Хотелось бы какими-то такими оптимистическими строками из вашей песни закончить, что... Ну, зачем мы будем делать это искусственно? Вас люди любят. Спасибо большое. Они слушают ваши песни. А у нас есть такие партнеры. Они называются «Артбукет». Мы им даем задание такое на каждого героя создать композицию. И вот то, что они подготовили для вас. Как они чувствуют? Ой, какая прелесть. Ты красивая. Александру Николаевну Пахмур. Спасибо. Спасибо. И я боюсь, что вы не любите сладкие. Вам нельзя. Мне все можно, Александр Васильевич. Ой, ну слава богу обратно. Это от наших партнеров золотой трюфель. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это было безумно, увлекательно, интересно и полезно. Должен вам сказать. Не уходите. Мы должны попрощаться с нашими зрителями. Композитор Александра Николаевна Пахмутова была героиней программы «Разговор». Я, Александр Мягченков, прощаюсь с вами. Всего доброго. Не забудьте посмотреть нашу программу завтра. В гости к нам, в нашу студию, приедет поэт Николай Николаевич Добранров. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok